Приветствую всех зрителей у себя на канале. Сегодня мы рассмотрим классическую схему Джоуэль Вора, но с выводами не нужно спешить, потому что мы попытаемся собрать мощную схему такого преобразователя сверхнизковольтного, и попытаемся также понять, насколько мощной в целом может быть схема Джоуэль Вора, и будет ли снижаться КПД с ростом мощности. То есть в ходе данного видеоролика мы попытаемся собрать максимально мощную схему Джоуэль Вора и сделать замеры. Значит, конструкции Джоуэль Воров очень много. Там на базе дросселя трансформатора многообмоточного дросселя, один транзистор, несколько транзисторов, однотактные, двухтактные схемы и прочее, но классическим вариантом является вот эта простая автогенераторная схема на базе вот такого трансформатора, в котором есть силовая базовая обмотка. Это, по идее, дроссель, если быть точнее. И также у нас имеется один всего лишь транзистор. То есть это автогенераторная схема. В коллекторную цепь транзистора подключается светодиод относительно массы или плюсопитания. Все зависит от того, какой проводимости транзистора здесь вы использовали. Значит, я хочу поэкспериментировать с этой простой схемой, попытаться понять, сколько можно с нее выкачивать. Если нет, я вернусь к схеме, которая у меня в голове достаточно давно вращается, точнее, к идее. Здесь схема просто набросал за несколько минут. Но в целом идея, я думаю, понятна. Что вот, в общем-то, я хочу сделать? Понятно, что есть вариант реализации простых джоуль-боров, это сверхнизковольтные преобразователи, с применением как германиевого, так и кремниевого транзистора. Кремниевый транзистор, в принципе, ничем не отличается, только в случае Германии мы имеем более низкое напряжение работы. Если кремнии открываются, начинают от 0,6-0,7 вольт, то в случае германиевых транзисторов удается построить преобразователи, которые будут работать от питающего напряжения 0,2 вольта. Я даже запускал от 0,12, то есть продолжает работоспособность при даже 0,12 вольтах. Запускается стабильно от 0,2-0,3 вольт. Так вот, я хочу скрестить, в общем-то, подобные преобразователи, простые автогенераторные, с полевым транзистором. То есть в качестве задающего, так сказать, генератора у нас будет вот этот низковольтный джоуль-боров с применением германиевого транзистора. И он будет формировать управляющие импульсы для мощного MOSFET транзистора с логическим уровнем отпирания. И уже на базе MOSFET у нас собран основной повышающий преобразователь. Здесь я также набросал некое подобие обратной связи, то есть стабилизированное выходное напряжение, простая обвязка, которая управляет начальным нашим вот этим вот генератором. Здесь же у нас подключается нагрузка, питание уже через диод накапливается в конденсаторе, можно использовать. Удобно, по-моему, будет удобна и данная схема тем, что на затворе у нас MOSFET мы получим повышенное напряжение, которое достаточно для отпирания, а в целом питающее напряжение может быть низким. Этим я думаю, что удастся запустить вот такой преобразователь от напряжения 0,2-0,3 вольта, при том получить внушительную мощность на выходе благодаря использованию MOSFET транзистора. По поводу КПД я не знаю, сколько получится, да и схема нуждается в некоторой корректировке, но идея, я думаю, что рабочая. Так, то есть сверхнизковольтное питание и MOSFET транзистор. MOSFET, думаю, понятно, что там меньше, у них очень, то есть нужно на затвор определенное напряжение подавать, чтобы их полностью открыть, а со сверхнизким напряжением, понятно, что такое сделать трудно, если не применять отдельный генератор на управление, который как раз таки питается от очень низкого напряжения. В целом эти вот простые преобразователи можно делать на сколько угодно ватт, скажем так, какой угодно мощности, достаточно здесь заменить все это полевым транзистором мощным, серьезный трансформатор, питающее напряжение повыше сделать и десятки ватт можно выкачивать. Но в случае подобных простых схем на базе там маломощных кремевых и германиевых транзисторов, это несколько десятков миллиампер выходного тока, которого хватит для питания одного или нескольких светодиодов. Так, вот она простая наша конструкция на базе германиевого транзистора. Кстати, по поводу именно примененного транзистора, в данном случае я использовал MP37, это транзистор MPN структуры, то есть обратной проводимости, но здесь можно исключительно любые транзисторы использовать, практически любой мощности, и MPN, и PNP, и кремний германия. В случае использования PNP транзисторов, то есть транзисторов прямой проводимости, соответственно, на эмиттер у нас, то есть переворачивается полярность аккумулятора, переворачивается светодиод, и ставится PNP транзистор. В остальном ничего друг от не нужно. Я, в общем, соберу, поэкспериментирую, намотаю, скажем так, классический трансформатор на хорошем торике, и поэкспериментирую с затворным резистором, речи о той мощной схеме, которую сейчас я буду делать, поэкспериментирую с этим вот базовым, простите, резистором, и найду оптимальное сопротивление, и дальше уже будем делать замеры КПД. Вот здесь у нас самое простое исполнение, колечки эти ферритовые находятся в балластах эконом-ламп, в электронных трансформаторах, небольшого размера они мотаются, ну, можно витой парой сразу намотать, 20 витков, хотя в целом именно силовая обмотка, здесь две обмотки, это у нас задающая базовая и силовая коллекторная. Коллекторная обмотка проводом потолще желательно намотать, и меньшее количество витков, как правило. Базовая же обмотка более тонким проводом, но для чистого удобства намотки мотается двумя проводами, остальное уже в случае тока базы, там корректируется все это дело резистором. Сам вот транзистор, светодиод вот белый, таким вот образом подключены, провода питания. Если мы подключим одну батарейку, понятно, что обычный белый светодиод просто так, от одной батарейки не запустить, но с таким низковольтным преобразователем никаких проблем в этом нету. То есть схема работает и работает очень стабильно. Итак, я нашел вот такой сердечник достаточной мощности, это FIVIT. Он взят от бюджетного автомобильного усилителя, от инвертора бюджетного автомобильного усилителя, его с головой хватит. По поводу транзистора. Ну, был вариант использовать FIVIT, но он слишком древний, хотя неплохой, в принципе, транзистор. Но его отложил в сторону. Затем я захотел использовать F215 и ему подобные, но это тоже как бы есть более мощные варианты. И, наконец, решил, почему бы нет, давайте F210 сразу. Нашел один экземпляр в своей большой коллекции, и, пожалуй, его и будем использовать. Только остается проверить, рабочий он или нет. Ну, конечно же, это не предел для германиевых транзисторов. То есть это 10-амперный, насколько помню, один из самых мощных транзисторов, который выпускали в Советском Союзе в свое время. Речь о германиевых транзисторах. А так, в принципе, о кремниевых транзисторах было куда... Были и большие мощности, гораздо большие мощности. Ну и, конечно же, среди Германии, я думаю, что королем является транзистор, который я достаю раз в несколько месяцев из коробки, чтобы похвастаться перед знающими людьми. Это 208-й П, который в два раза мощнее, чем даже чуть-чуть побольше. Да, 25 ампер у него ток коллектора. Ну, сами понимаете, этот музейный экспонат, за который я в свое время выложил 10 тысяч рублей, не буду я здесь использовать. Он рабочий. Так, и да, реально я за него выложил 10 тысяч рублей. Многие, когда я снимал видеоролик, спрашивали, а сколько отдал, сколько отдал. Тогда я не назвал сумму, потому что многие бы посчитали меня психом. Но сейчас, возможно, и за гораздо более меньшую стоимость можно такие купить. Но на тот момент мне очень хотелось, а предложений как бы было немного. Так, ну ладно, ближе к делу. П-210-й, сейчас я возьму еще, ну, здесь у нас нужно намотать этот вот трансформатор. Возьмем резистор, и, скорее всего, я буду использовать переменный резистор, чтобы, базовый резистор, чтобы была возможность именно поэкспериментировать и найти наилучшее, как бы, сопротивление для того, чтобы получить наибольший КПД. Вот так выглядит наш преобразователь в собранном виде. Это, конечно, навесной монтаж, не очень аккуратный. Ну да ладно, на работу как бы особо влиять не будет. Трансформатор намотан двумя сразу проводами. 22 витка я решил сделать. Можно я чуть поменьше. Соединение, начало, конец, понятно, думаю. Базовый, базовая обмотка намотана проводом 0,5. Коллекторная провода 1 мм. Здесь даже побольше, 1,1 где-то получается. Экспериментировал с базовым резистором. В итоге золотую такую середину нашел. Конечно, сопротивление этого резистора будет зависеть от типа магнитопровода, от параметров обмоток, от коэффициента усиления транзистора. Желательно подбирать индивидуально, когда есть задача именно получить максимально оптимальную работу. Дальше я здесь поставил небольшой выпрямитель шотки с общим катодом. Это диод шотки, диодная сборка, точнее. Ну и конденсатор. Конденсатор, кстати, нужно поставить достаточно высоковольтный. Он у меня на 100 с чем-то вольт. 160, по-моему. Потому что вообще-то всплески, вот именно напряжения достаточно большие. Конденсатор будет заряжаться до амплитудного значения. И напряжение холостого хода, точнее выходное напряжение без нагрузки будет достаточно большим. А когда вы подключите нагрузку, оно уже просядет. Ну, либо добавить здесь какой-нибудь нагрузочный резистор. Но мы этого делать не будем, потому что это все-таки дополнительные потери, которые будут влиять на эффективность работы преобразователя. Ну, в целом, вот такая конструкция. Теперь давайте перейдем к экспериментам. Итак, значит, за этого паучка из проводов прошу простить. Много чего подключено. Ну, во-первых, это у нас электронная нагрузка для того, чтобы замер был высокоточным. У нас четырехпроводная система измерения для компенсации потерь на проводах. Сигнал с коллектора транзистора снимается. И вот на осциллографе можете заметить, какая форма импульсов и какая частота. Частота здесь низкая, но зависит от многих факторов. Составляет 2,5 кГц, обратите внимание. Питание будет подаваться с лабораторного источника, 1,5 вольта. Но будем экспериментировать при разных питающих напряжениях. Сейчас преобразователь, можно сказать, в холостую жрет около 110 мА. Стоит сделать поправку на то, что здесь у нас установлен выпрямитель в виде диода шутки и накопительный конденсатор. То есть, здесь у нас будут дополнительные потери. Если стоит задача просто питать светодиоды, то эта часть убирается, светодиод подключается непосредственно к коллектору. Но я сделал вот такую штуку, чтобы работать с постоянным током и чтобы были более корректные замеры. Хотя, в принципе, можно и на переменке мерить. Оборудование, благо, позволяет работать с переменкой относительно высокой частоты. Ну да ладно. Это у нас холостой ход. Понятно, что конденсатор у нас доамплитудно возряжается. Стоит подать небольшую нагрузку, и у нас будет жесткий просад напряжения. Вот, например, я выставил 10 мА и 4,7, ну, 4,8 В. Это нормально, так как инвертор не стабилизирован. Все классно. Ну, сразу видим, что на коллекторе тоже у нас сигнал стал гораздо меньшей амплитудой. Можно вот так сделать. Видим, что меняется скважность. Меняется в некотором пределе частота. Это нормально все. И 100 мА. Давайте мы посмотрим, именно при какой нагрузке у нас будет входное и выходное напряжение плюс-минус одинаковым. То есть не будет происходить процесс повышения напряжения. Для этого грузим небольшими токами. Так, пока что нормально. Полтора вольта у нас на входе, напомню. 20 мА. 20 мА. Так, там я вижу, что пока что держится. Если у нас инвертор вырубится, сигнал на коллекторе, следовательно, пропадет. Так, 28 мА ток нагрузки. Там пока что инвертор работает. 30 мА. И все, он заглох. 29 мА он заглох. 28 мА. То есть нужно немножко поменьше сделать, чтобы... Давайте мы просто вырубим и снова включим. Так, и я буду наблюдать, при каком токе он у нас вырубится. Так, значит, 27 мА пока работает. 28 мА пока работает. Напряжение происходит... Увеличение происходит. 29 мА он заглох. Нормально. То есть при 28 мА все нормально. Повышение происходит. Полтора на вход подается. Без учета потерь на проводах. И 1,53 на выходе. 28 мА ток нагрузки. Это... Это очень-очень мало. Это очень-очень мало. Хватит, конечно же, для питания светодиодной ленты там даже. То есть все-таки около 30 мА. Это достаточно большой ток. И светодиодную достаточно длинную даже ленту можно засветить. Конечно же, не в полную мощность. Но все же, в принципе, можно. Ну, там... Несколько миллиампер для этого. Ну, 10-15 миллиампер хватит для того, чтобы получить ощутимое свечение. А в целом, вот это огромная дура. В принципе, всего лишь, если вот реально, максимум 30 миллиампер. Где-то около 17 миллиампер тока мне удалось получить при питании 0,7 вольта. Работа, ну, нельзя сказать, что очень стабильная. Но все же инвертор работает. Питающее напряжение 0,3 вольта. Работает эта штука. Конечно, это мы уже близимся к границе. Ну, 0,4 вольта. 2 миллиампера ток составляет ток нагрузки. 0,4 вольта, в принципе, имеем. Если чуть-чуть побольше сделать, то уже вырубится. То есть, даже с таким раскладом несколько светодиодов питать можно. На нагрузке практически 1 миллиампер. Может показаться, что все выключено. На самом деле, это не так. Здесь, если вот я выключу, напряжение увеличивается. То есть, нагружается все. Просто вот эти показометры 1 миллиампер, к сожалению, не фиксируют. Значит, инвертор работает. Питающее напряжение 0,2 вольта. Это уже граница для такого преобразователя. То есть, минимум здесь, как и в случае прочих германиевых транзисторов, 0,2 вольта. Все еще этот преобразователь может питать светодиоды. Честно сказать, я ожидал кое-что побольше, чем 30 миллиампер. Но, смотря для каких задач, для светодиодов, для аварийного освещения, этого сполна хватит. Значит, я думаю, что смысла экспериментировать с подобными, с германиевыми, вернее, транзисторами, нету. Именно в таком преобразователе, то есть, использовать этот транзистор в качестве основного силового. Конечно, можно с этой схемы снять и побольше. Если плевать как бы на ток холостого хода, то можно и в целом КПД, то можно увеличить ток базы, уменьшением сопротивления данного резистора. И, тем самым, выкачивать больше выходной мощности. Мне же хочется получить именно более-менее высокоэффективный преобразователь. Поэтому эксперименты с германиевыми транзисторами, как в качестве силового, как бы, да, я прекращаю и перехожу ко второй задумке, использовать германию в качестве задающей части и MOSFET транзистор с низким напряжением отпирания в качестве силового, на базе которого и будет построен основной повышающий преобразователь. В следующем видео я вам покажу, что именно вот оставим мы трансформатор, в целом схемотехнику не изменим, но германиевый транзистор заменим на N-канальный MOSFET. И посмотрим, на что будет способна схема с таким уже раскладом. Я уверен, что гораздо-гораздо большую мощность нам удастся получить с MOSFET. Но, естественно, питающее напряжение минимальное не будет таким низким, как в случае германиевого транзистора. На этом, друзья, у меня все. Не забываем оценить данное видео, подписаться на иные мои ресурсы для оценителей коротких видео. Можете также подписаться на мой ТикТок. До новых встреч. Пока.